Бригада заключенных колонии-поселения сегодня выходит на обработку посаженных в прошлом году сосен. Работают на совесть и под охраной. Нужно убрать сорняки, обработать почву, как на картошке, говорят осужденные. Кстати, эту работу большинство из них выбрали сами. Можно было трудиться на картофельных или капустных полях в колонии. Каждому примерно за месяц на лесопосадках заплатят около 5000 рублей. Учитывая то, что работа в колониях есть далеко не для всех, это удача. Это работодатель, индивидуальный предприниматель Федор Яковлев, заключивший договор с Забайкальским управлением исполнения наказаний. Вы знаете, в этом году у нас первый опыт. До этого мы такими работами не занимались. Но я думаю, что опыт удался. Результатами индивидуальный предприниматель доволен. Мы тоже довольны, что мы смогли устроить осужденных на оплачиваемые работы. Ну и плюс, естественно, осужденные приносят пользу нашему Забайкальскому краю. Почти пятую часть всех молодых сосен, 2000 штук, посадил Николай Мешков. За хорошую работу его ждет поощрение. Например, дополнительное свидание с родственниками. Впоследствии можно рассчитывать и на условно-досрочное освобождение. Предприниматель Федор Яковлев заключил госконтракт на посадку сосен с гослеслужбой Забайкальского края. Оформил документы, выиграл тендер. И в этом году должен высадить в Читинском районе 200 гектаров сосны обыкновенной. В том числе и при помощи поселенцев. Ну в этом году неплохо. В принципе, весь объем практически, который мы выполнили, процента 70 их. И работает хорошо. Понятно. Кто еще работает на работах, кроме, собственно, управления, исполнения наказания? Ну, по договору работают у меня еще гражданские лица. Не хотят. Не хотят? Да. Этим, в принципе, деваться некуда, они работают. А наши получили деньги, гуляют. После того, как работа сделана, ее качество оценивают специалисты гослеслужбы. Каждый гектар приходится сдавать как сложный экзамен. Посадочного материала катастрофически не хватает. Например, в Хилокском и Красночекойском районе саженцы закупали в Улан-Удэ. Зато благоволит погода. Из-за хорошей влажности нынче приживаемость сосен почти 80%. Осенью посадки в Читинском районе будут продолжены. Ирина Трофимова, Евгений Погорелый. Время новостей. Спасибо.